Человек говорит, слушай, короче, тут проблема, значит, Дадон тут развел как бы бурную деятельность, что вот как бы надо у Шора там забрать как бы аэропорт и так далее. Я говорю, ну плюс, почувствуйте разницу. Забрать себе или кому-то аффилированному, или вернуть стране, это все-таки разные вещи. Я говорю, ну окей, понятно, тут как бы ничего нового для меня нет. Вот, но, говорит, в общем, есть у вас, в общем, этот Водолей, и Водолей, значит, номинал, вы же знаете, была история с Ротшильдом, потом история с российским бизнесменом Гончаренко, который как бы у Ротшильда это там купил, да, значит, акции Авиаинвест. И, в общем, Гончаренко пытался это ввести с Дадоном в какие-то переговоры. Как бы он много раз во время летал к Лохотнику, сотрудничал с ним, сотрудничал с Шором. Кто что-то тут химичил, человек живет в Лондоне, там много лет, хотя из России. И, в общем, человек с Москвы говорит, что, слушай, в общем, Водолей попросил у Гончаренко 50 миллионов евро для того, чтобы закрыть тему Кишиневского аэропорта и как-то потихоньку с нее как бы съехать. Один сценарий. Второй сценарий, как бы, сказал передать там, ну, тому, кому, на кого как бы покажет пальцем Дадон. Значит, естественно, и Гончаренко, и многие в Москве офигели от аппетита, как бы, Водолея. Потому что, вы поймите, 50 миллионов евро, значит, тут может быть ошибочка. Вот сейчас пытался с человеком созвониться, все-таки понять, 50 миллионов евро или долларов. То есть, я помню, что вроде он говорил, как бы, ну, он сказал, в валюте, как бы, ну, вот я не понял, может быть, все-таки это долларов. Но это не меняет, 50 миллионов евро, 50 миллионов долларов, это на самом деле очень много. И самое интересное, что этот, как бы, Гончаренко устал от переговоров с Дадоном. Но, как бы, Шор с Дадоном, как бы, говорить, наверное, сегодня не может, при том раскладе, который происходит у нас в стране. Значит, и Гончаренко в ближайшие дни, значит, там, в ближайшие несколько дней выйдет с заявлением, что, как бы, он продает свои акции в компании Инвест. Как бы, он отказывается, там, от Кишинского аэропорта, не может заниматься бизнесом. Во-первых, некоторые внешние партнеры, как бы, поняли, что у одного водолея не просто аппетит, а такая хлеборезка, которая может поглотить, там, четыре эшелона пшеницы, без того, чтобы завести ее на мельницу, превратить в муку и выпить из нее хлеб, понимаете. Поэтому, как бы, ну, водолей показал, насколько он серьезный, тяжелый, насколько он, значит, насколько он очень серьезно настроен, как бы, понимаете. Поэтому посмотрим, что заявит этот Гончаренко, потому что, да, аэропорт, как бы, нужно вернуть стране. Если бы хотели, поверьте, на национальном уровне у них точно руки развязаны, понимаете. Проголосовали, что Молдова захвачена государством, проголосовали бы в парламенте за то, чтобы все сделки, которые прошли во время режима Плохотнюка, значит, были осуществлены за счет каких-то бандитских, там, коррумпированных, там, договорников. Было бы желание. Продолжение следует...